Всем привет! Меня зовут Игаза, и сегодня я хочу вам показать одну очень интересную и полезную штуку. Вот такая вот очень полезная штука. Похожа на планшет, но это не планшет. Круто, как я сказал. Это электронная книга E65G. Перед тем, как мы распакуем книжку, я вам покажу чехол. Вот такой чехол. Вот так вот сзади. Сейчас я его открою. И покажу вам чехол. Так, заставим его оттуда в книжку. Так, это у нас... Нескользящий материал, диагональ 6, удобное крепление. Окей. Верим вам на слово. Достаем. Нескользящий материал. Вот тут упаковка такая. Вам не надо. Вот так вот она выглядит. Называется DXP. Это все не реклама. Не вздумайте даже так думать. Это просто обзор всего того, что вы видите сейчас. Вот так она внутри. Здесь все на резиночках. На резиночках. Здесь скрытый магнит. Очень удобно закрыл. Кинул его, и он сам нашел, где ему зацепиться. Не надо, как раньше знаете, такие были. Хотя и сейчас, наверное, такие есть. Либо клепочки, либо такие вот тоже магнитики, только с такими дырочками. Надо постоянно попасть. Здесь просто книжку закрыл. Вот так раз нажал, и все. Оно само закрывается. Вот такая под дерево. Аккуратная строчка. Тут ничего такого сверхъестественного нет. Переходим к нашей электронной книжке поближе. Здесь у нас HD-экран 6 диагональ. Безопасно для зрения. Легкая компактная книжка. Память на 5000 книг. И батарея 1500 мач. Вот так вот на картиночке она выглядит. Вот такая коробочка. Называется книжечка DIGMA. E65G. Так, что у нас тут? Всякие разные разрешения. То есть, экран у нас 1024 на 758 точек. Процессор здесь 600 МГц. Меню русифицированное. USB 2-шка. Встроенная 4. До 32 можно его разогнать. Весит эта книжечка 174 грамма. Такая не сказать, что легенькая, но она легенькая. Потому что я же чувствую, какая она в коробке. А я сейчас достану ее, она будет намного легче. Поддерживаются форматы. Ну, тут есть почти все форматы поддерживаются. Так, что у нас там есть? Гарантийный талон. USB кабель. Так, давайте посмотрим, что туда внутри у нас находится. Так, открываем. Вот так вот. Переворачиваем. Вот так вот. Вот так вот. И открываем. Здесь вот такая вот вкладочка DIGMA. Поднимаем и опускаем. И смотрим, что у нас тут. Так, это у нас гарантийный талон и чек. Он нам не нужен. Вот такая мягенькая штука. Она нам не нужна. Так, инструкция пользователя одна на русском. Это что у нас? Гарантийный талон. О, гарантийный талон. Все дела. Да, вы что? Вот. И сама книжка. Вот она, USB. USB. Я думаю, вы все видели USB. Вам интереснее увидеть саму вот эту книжку. Вот так она лежит в таком поролоне. Аккуратненько. Убираем. И тут у нас еще пакетик. Его мы тоже убираем. Вот эта прекрасная, аккуратная, маленькая, легенькая книжка. Электронная. Итак, что у нас тут есть? Вот это вот листать кнопочки по краям. Вперед, назад. Вот здесь тоже вперед, назад. Здесь у нас есть меню, настройки, назад, кнопки все вот эти. Как на планшете, только немножко чуть-чуть по-другому. Ну и вот это вот как на обычном телефоне. Здесь джойстик право, влево, вверх, вниз. По середине подтверждаем ОК. Так, сзади у нас блоха в засаде. Вот так вот это все выглядит. Он сделан, такой материал, не скользящий. То есть, на руке вообще прекрасно держится. Вот, пальчиками не держу, наклоняю, цепляется. Тоненькая вообще, смотрите какая. Здесь снизу питание. Вот это желтенькое. Здесь есть снизу индикатор. И у нас есть разъем под дополнительную флешку до 32 гигабайт расширения. И вот здесь у нас имеется вход USB. То есть, блока питания здесь нет. Это маленькая аккуратненькая книжечка заряжается с помощью ноутбука, либо стационарного компа. Ну что, давайте включим ее. Это она еще не включенная, не подумайте. Это сверху, вот это экран уже. Я уже клееночку снял. И на экране вот это вот указано. Такой рисунок сделан под экраном. Сейчас мы ее когда включим, это все исчезнет. Очень круто сделано. Давайте попробуем включить ее. Нажимаем вот эту маленькую кнопочку. Вернее, зажимаем ее. Раз. Два. Три. И оно загорелось. Вот он индикатор, про который я говорил. И смотрим вместе с вами, что у нас здесь происходит. Подождите, идет загрузка. Загрузка у нас идет. Смотрите. С любого ракурса видно. И вам, и мне. Смотрите, как я наклоняю, я вижу эту книжку. Хоть так, хоть так. Хоть вот так. Все видно просто шикарно. Давайте я возьму вот так, чтобы я ее не разбил при этом обзоре. Вот так можете смотреть. Можете хоть вот так читать. Или вот так все работает. Так, последняя книга Анна Каренина. Ого. Что же у нас тут есть? Здесь есть последние книги. То, что вы закачивали, она вам об этом говорит. Есть библиотека книг. Есть фото. Здесь поддерживается фото. Правда, в черно-белом цвете, но поддерживается. Это все не сенсорное. Есть сенсорные книги, но я взял не сенсорную, потому что не люблю я сенсоры. Они сами по себе начинают что-то чудить. Все здесь на джойстиках работает, на вот этих кнопочках. И этого вполне достаточно. Так, что у нас есть еще? Блокнот есть. Записывать можно все, что угодно. Проводник, словарь, что-то там еще. И установки у нас есть. Ну, давайте вот последняя. Нажимаем в середину Анна Каренина. Вот она, Анна Каренина. Книжечка вот так нарисована. Еще раз в нем в середину. 600 Гц. Ну, в принципе, для электронной книги это достаточно. Пожалуйста. Вот он текст. Анна Каренина. Один из самых знаменитых романов Льва Толстого. Вы хоть это будете знать. Ладно, шучу. Давайте посмотрим меню. Здесь есть меню. Перейти. Что у нас тут еще есть? Поиск. Классно, русский язык. Очень меня радует. Настройки страницы. Я думаю, что здесь можно добавить шрифт. Какой-нибудь другой. Да, здесь можно добавить шрифт. Какой-нибудь другой. Все с помощью джойстика. Вообще без проблем, ребятки. Все начинается. Если вы в любое меню заходите, все начинается сверху. Выбор. То есть, там, например, шрифт. Здесь положение. И там ниже, например, цвет. То есть, всегда у вас, какую бы вы в менюшку не зашли из всех, вы всегда находитесь в верхнем положении. Вы всегда знаете, где ваш курсор. Вот, например, выбираем самую жирную. Вот сейчас А мы выбрали. Видите, большая. Нажимаем ОК. И у нас тут все происходит. Все как в сказке. Самую жирную выбрали. Опускаемся вниз. И вот они у нас. Всякие разные тексты. Возьмем вот этот самый известный. Ареал. Если неправильно сказал, то какая разница? Пусть будет Ареал. Ареол. Как хотите. Ареал. Ареал. Ареал выбрали. И теперь, и теперь у нас, теперь у нас идет следующее. Мы выбираем размер самого шрифта. Здесь есть аж до 72. Сейчас у нас 32 подчеркнуто. Давайте я вам покажу хотя бы 52. 48. 52 подчеркнуло. Вот, 52. Нажимаем. Все простенько. Все, бах. И вы уже видите. Видите все как на ладони. Анна Каренина, один из самых знаменитых романов Льва Толстого. Запомните это. Ах, вам плохо видно? Хорошо, друзья мои. Вам все плохо видно? Вы еще не ослепли там? Хорошо, давайте. Сейчас я вам 68 вам сделаю. Может быть тогда вы что-то увидите. Не видите что ли, что Анна Каренина, один из самых знаменитых романов Льва Толстого? Хорошо, напросились. Давайте я вам сейчас-то 72 поставлю. Вот это точно увидите. Вы видите точно Анна Каренина. Одна из самых знаменитых романов Льва Толстого. Вот это первая страница. Например, вы зашли в книжку. Вот у вас здесь сбоку есть как листать книжку. Хотите с правой стороны, пользуйтесь как вам удобно. Хотите с левой. Они все работают. То есть, первая страница, нажимаете вниз, он думает и перелистывает вам на другую страницу. Почему он, если это она, книжка, она перелистывает вам? Пожалуйста, фотографии поддерживаются, все читается, все прекрасно. Нажимаете еще раз ниже и все называется вот так вот. Лев Толстой. И погнали. Все читаете, шрифты ставите. И вот я вам вниз нажимаю. Для книжки этого вполне достаточно. Не нравится вам этой кнопкой пользоваться? Пожалуйста. Давайте нажмем на эту и дальше читаем. И все меняется. Все шикарно перелистывается. Надо нам назад, мы и назад сделаем. Если вдруг не успели прочитать, можете почитать, пока я вам показываю. И вы вот так вот выходите. Если вам надо, сразу выйти в меню. Вы так нажимаете и выходите сразу же оттуда. Анна Каренина у нас. Это мы последнюю книжку с вами читали. Давайте еще увидим, что тут еще у нас есть. Книги. Зайдем в книги. И увидим фиги. Здесь есть Гоголь. И есть Капитанская дочка. Ого. Давайте Гоголя посмотрим. Вот он подчеркнутый. Нажимаем в середину. И у нас открывается Гоголь. Гоголь-моголь. Вот так. Давайте попробуем одной рукой это поделать. Ревизор. Одна из лучших русских комедий. Да что вы говорите. И нажимаем просто вперед. Смотрим Гоголя. Смотрим Шмуаля. Спасибо, что скачали все эти книги. Его, кстати, Гоголя звали-то Николайка. Вот. Так. Комедия в пяти действиях. И погнали. Действующие лица. И т.д. И т.п. И вот оно все у нас хорошо. Надоел Гоголь Николашко. Скажем ему до свидания. Вот такая вот электронная супер книга. Супер книга. Давайте еще посмотрим, что у нас в меню. Давайте фото вам покажу. Фото. Ну вот здесь давайте выберу. Покажу вам, чтобы вы понимали. Это все в черно-белом. Это же книжка. Это же вам не планшет. Но все-таки фото эта книжка поддерживает. Пожалуйста. Это супермашина. Биби-зика. Мимизика. Как-то так она называется. Так. Биби-зика. Мимизика. Выходим. Блокнот. Давайте зайдем в блокнот с вами. Ну вот, как бы данные отсутствуют. Пишите, что хотите, короче. Такой разговор у нас идет. Так. Проводник. Словарь. А что у нас в словаре? Давайте посмотрим, что у нас в словаре. В словаре у нас ничего. То есть, когда у вас будут книжки, вы сможете найти ее быстрее. Здесь уж на 5000 книг она рассчитана. Это замечательная книжка. Поэтому искать, чтобы долго не надо. Зашел в словарь, как сказал я. Вот так. Так. Давайте посмотрим, что у нас еще. Мне очень интересно. А. Вот. Ребятки. И тут даже игры есть у ней. Ну так, друг. Если вам надоело уже читать Гоголя Магоголя. Вот вы можете зайти в Судоку. В Судоку. Здесь две игры. Но я зашел почему-то в Судоку. Потому что она мне более знакома. Вот. Но я играть в нее не умею. Кто умеет играть в Судоку? Пишите комментарии снизу. Кто умеет играть вообще? Что это за набор цифр? Как бы для меня это темный лес. Но я все равно попробую что-нибудь здесь выиграть. Может быть. Так. Что это у нас? Шесть. Какой-то черный кубик опускается. Два. Три. Давайте нажмем на простой кубик. В середину. И что? Какой-то опять надо выбирать что-то. Два поставил. Давайте еще вот сюда два поставим. И сюда два хочу поставить. Короче. Ставлю какие-то цифры. Тут куча цифр меняется. Я вообще не понимаю. Это какая-то бесполезная игра. Так что мы Судоку покидаем. Нажав один раз на кнопочку. И все. И мы ее покинули. Может быть у нас Габанг поинтереснее будет. Давайте зайдемте в Габанг. Ну-ка. Посмотрим что такое Габанг. Ооо. Мне кажется что это еще суровее игра чем Судоку. Какой-то шарик непонятный ставить. Надо где-то. Давайте вот сюда его поставим. Раз. И что? Мой мозг начинает кипеть. Какие-то мы шарики с вами ставим. А он как-то сам там добавляет. Что-то рисует. Я просто вниз ту поставлю. Вот видите. Вниз ту поставлю. Он как-то там добавляет. Непонятно. Как-то тут походу надо заполнить поле. Я уже неправильно что-то поставил. И потому что Габанг еще похуже наверное чем Судоку. Судоку было поинтереснее. Там хоть цифры. А здесь какие-то черные шарики. Аж бесят меня. Вы проиграли. Он мне пишет. Чего ты мне там написал? Вы проиграли? Я два раза нажал на кнопку. Ты что? Чудишь-то? А? До свидания. Не люблю проигрывать. До свидания. Не люблю проигрывать. Больше не буду в тебя играть. Габанг. Габанг. В Габанг не играйте. Видите. Два раза назад уже проиграл. Так неинтересно. Вот. Вот такая вот книжка. Здесь есть время. Здесь есть какой день недели вы не забудете. Год. Число. Пожалуйста. Все это здесь есть. Выходим отсюда. Выходим. И вот это главное меню. Куда мы уже выйдем дальше? Главное меню. Вы видите как все просматривается. Все классно. Пальцами трогайте. Сколько угодно. Ничего не произойдет. Потому что это не сенсорная книжка. И я и не хотел сенсорную книжку. И не хочу сенсорную книжку. Поэтому и не куплю ее. Эту сенсорную книжку. И не надо она мне. Эта сенсорная книжка. И не надо мне эту сенсорную книжку. Мне предлагать. Мне нужна не сенсорная вот такая. Блин. Легенькая такая. 174 грамма. А не чувствуется. Вот. И очень тоненькая. И очень крутая. Так что. Очень удобная. В поездку. На море лежать пузо. Пока загорает ваше. Читайте. Познавайте. Все будет у вас. Very good. Вот такая вот книжечка. Можете фотографии накачать. И фотографии смотреть. В черно-белом цвете. Как на Nokia 3110. Так что дружок мой милый. Покупай электронные книги. Это очень удобно. Это очень нужно тебе. И это очень как бы интересно. Интересно это. Вот. Закачивай разные интересные книги. Интересно. Интересно. Читай. И тогда твоя копилочка мозговая будет немного больше. Будешь где-нибудь в компании сидеть и умничать. Пока тебе не дадут. Скажут. Ты что самый умный. Книг начитался электронных. Получай. Ладно. Я шучу. Это очень полезная штука. Можно убить время в дороге. Как я говорил уже. На море лежать. Чтоб пузо загорало. А ты читаешь. Где угодно. В походе. Пойти у единицы. Там где-то на скале. На скале сидеть. Птички летают вокруг тебя. А ты на скале читаешь. Очень классно. Я не знаю где еще можно читать. Дома можно читать. Если у вас не вставляют вот как вот те книги, которые у меня за спиной. Такие бумажные. Не вставляют вас. И вас не вставляют там за компом сидеть. Читать эти книги. То у вас всегда есть вот такая книга электронная. Которая вас будет надеюсь радовать. Ну я так думаю. Что вы все любите читать. Давайте ее выключим. Вот сюда нажмем на кнопочку. На вот эту. Ой. Куда-то мы зашли опять в игрушки какие-то. Ой. Ой. Сейчас мы прям вообще ее навсегда выключим. Надо нажать на вот эту желтую кнопочку. Всего лишь навсего. А я жму на все. У меня рука жмет на все. Вот. Желтенькая. Маленькая. Егор. Нажми. И все. И до свидания. Видите? Все. Она мне сказала. До свидули-дули. И вы можете ее паковать. И ехать с ней куда угодно. Хотя нет. Спящий режим написала мне. Тут еще есть и спящий режим. Мама моя дорогая. Давайте попробуем вообще выключить ее навсегда. Мы не хотим спящий режим. Мы хотим тебя выключить. Выключайся. Выключайся я тебе сказал. Быстро. Выходи из своего спящего режима. Сонная книга. Ее не так-то уж легко и выключить. Она еще в спящий режим упала. Но я нашел где выключить. Вы хотите выключить книгу? Она еще у вас переспрашивает. Ты будешь меня читать? Или ты хочешь меня выключить? Хочешь ее выключить? Здесь есть отмена. А есть окей. И нажимаешь. Окей. Бай-бай. Выключайся. Бай-бай. И вот она выключается. Вот у вас питание нарисовано. Там снизу оно. Снизу просматривается. И она написана, что выключено. Вам видно. Либо здесь написано спящий режим. И такой месяц нарисованный. Сейчас она выключена. Чтобы вдруг у вас батарея не села. Вдруг она у вас будет в каком-нибудь спящем режиме. Она все равно будет какое-то питание забирать. Так что можно выключить. Она все равно запоминает. Где вы были до этого. Что вы читали. Вот. Так что. Вот такая вот книжечка. И еще раз повторюсь. Повторюсь. Покупай себе, Люся. Книгу. И любуйся. Я же рэпер. Внутри, в душе. Панк и рэпер. Вот. Поэтому иногда могу рифмовать. Всякие различные слова. Слова. Вот. И повторять их по два раза. Подписывайся на канал. Ставь палец вверх. То есть лайк. Можешь поставить дизлайк. Если тебе не понравилось это видео. Разошли этот видос друзьям. Покажи его бабушке и дедушке. Покупай книги. Читай книги. Это полезно. Это супер круто, блин. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok